Всем привет! Вы на канале Вкусно Дома и с вами я, Ольга Молодцова. Сегодня на моей кухне настоящий праздник, потому что я буду печь торт Тирамису. Это один из моих самых любимых тортов. Печь его на самом деле не сложно, но получается он невероятно вкусным. Для этого нам понадобится Для теста 150 г муки, 140 г сахара, 1,5 ч.л. разрыхлителя и 4 яйца. Для крема нам нужно 500 мл сливок жирных, у меня 33%, 500 г сыра маскарпоне и 100 г сахарной пудры. Также нам нужно будет сделать пропитку для коржей, для которой понадобится 100 мл воды, 2 ч.л. кофе и 1 ст.л. коньяка или ликера. И для начала нам нужно испечь бисквит. За основу для этого торта берется рецепт обычного белого классического бисквита. Разбиваем яйца в глубокую миску. И теперь их нужно взбить. Теперь частями добавляем сахар и взбиваем уже до плотной, пышной пены минут 10. Вот такая вот пышная, объемная масса должна получиться за это время. Масса должна посветлеть, увеличиться в объеме в 2-3 раза. На самом деле хорошо взбитые яйца с сахаром это основа отличного бисквита. Теперь добавляем немного муки, разрыхлитель и аккуратно смешиваем еще часть муки. Смешивать нужно не спеша, чтобы масса не потеряла объем. Оставшаяся часть муки. И теперь можно слегка взбить тесто. Итак, наше тесто готово. И для того, чтобы испечь бисквит, дно формы нужно застелить пекарской бумагой. Лучше всего подойдет форма со съемными бортиками. Мне вообще очень нравится. Такие формы это очень удобно. Из нее доставать бисквит. Расстелаем бумагу. И закрепляем форму. Дно и стенки формы смазываем маслом. Теперь выкладываем тесто в форму. Отправляем наше тесто выпекаться в духовку, которая разогрета до 180 градусов. И бисквит будет готовиться примерно 25-30 минут. Готовность мы проверим зубочисткой. В течение выпекания за бисквитом нужно следить. Если корочка будет слишком румянится, можно убавить температуру до 160 градусов. А пока наш бисквит выпекается, приготовим для него пропитку. Для этого кофе нужно залить кипятком. Можно, конечно, использовать натуральный кофе, но я использую растворимый. Хорошо растворяем кофе. Сюда же добавляем коньяк. Все, наша пропитка готова. Ее нужно только остудить до комнатной температуры. Сейчас мы приготовим крем. Для этого нужно хорошо взбить сливки. Я их помещаю в глубокую посуду, в которой будет удобно взбивать. Сливки при этом должны быть обязательно холодными. А взбивать их нужно недолго, до увеличения и уплотнения массы. Теперь, когда сливки загустели, добавляем частями сахарную пудру и слегка ее промешиваем. Взбиваем еще одну минуту до полного растворения сахарной пудры. Теперь также частями выкладываем маскарпоне и промешиваем его слегка венчиком. Теперь взбиваем наш крем до однородности. Такой крем получается очень вкусным. Не слишком сладким, сливочно-сырным, нежным и воздушным. И сейчас, пока мы будем заниматься бисквитом, крем нужно убрать в холодильник. Бисквит уже приготовился. И я уже его остудила. Теперь убираю бумагу. Вот такая красота получилась. Сейчас нам этот бисквит нужно разрезать вдоль на две части. Теперь нижний корж нашего торста нужно пропитать. Для этого мы используем половину нашей кофейной пропитки. Теперь выкладываем половину нашего крема на этот корж. И равномерно его распределим по всей поверхности коржа. Теперь помещаем наш второй корж сверху крема. И делаем то же самое. Пропитываем и покрываем кремом. Также промазываем бока торта. Наш торт почти готов. Осталось его только украсить. И украшают тирамису, конечно же, обычным какао-порошком. Я какао-порошок просею через сито. Теперь его нужно убрать в холод часа на два. А еще лучше на ночь, чтобы он хорошо пропитался. Вот такой нежный, воздушный, красивый торт у нас получился. Он очень вкусный. Я думаю, такой торт станет украшением любого праздника. Если вам понравился этот рецепт, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Заходите в мои соц. сети. Все ссылочки будут в описании под этим видео. Ну а вам я желаю приятного аппетита. Хорошего чаепития. Легкой готовки. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok